Машины времени, перенестись в советскую эпоху, посидеть в лучших автомобилях, почувствовать дух того времени, получили возможность жители Твери. На площадку у торгово-развлекательного центра съехались почти 80 ретро-автомобилей из Твери и области. Это раритеты советского и зарубежного автопрома и мототехника. Какие экземпляры пришлись по душе посетителям выставки уникальных ретро-автомобилей, расскажем прямо сейчас. Самый старший участник выставки «Москвич-401» от 1949 года выпуска. Владелец уникального раритета, житель Твери, сварщик Сергей Шиманский реанимировал авто более пяти лет. Когда-то этот неисправный «Москвич» мастеру отдал за ненадобностью друг. Это для души. Не для езды повседневной, конечно, а захотелось, проехался. И, конечно, нравится смотреть, как люди реагируют на автомобиль на дороге и вообще. О, велик! Восторженно, скажем так. Восторженно гости воспринимают все экземпляры. Это отечественные автомобили советской эпохи, экземпляры зарубежных, марок мототехника, грузовики и даже пассажирский автобус. Все съехались в одно время в одном месте. В выходной день на площадке у торгово-развлекательного центра «Рио». Сегодня у нас уже порядка 80 автомобилей. Это всем знакомая классика советского автопрома. Это продукция Горьковского автозавода, Волжского, Запорожского и даже Львовского. С момента выпуска автомобилей многих уже прошло более 30 лет. В этом году открытие ретро-сезона посетило рекордное число участников и зрителей. Уникальные раритеты советского автопрома заинтересовали жителей Твери разных возрастов. Гости мероприятия могли посидеть в автомобилях, а также сфотографироваться. Нам нравится ретро-тематика. Вот газон. Мне больше импонирует. Мне понравилась вот эта военная. Я потому что с рулем я сидела. Не на эти улыбки. Такие интересные автомобили разных сохранов, разных владельцев. Кто как относится. Кто-то что-то с тюнингом, кто-то пытается оригинальный сохран. Это скульпторы, это творческие люди и сохранить эту машину, показать. Традиционно владельцы ретро-автомобилей собираются дважды в год, весной и осенью, на открытие и закрытие ретро-сезона. А 24 апреля у Рио состоится открытие мото-сезона. Гостей ждет зрелищный праздник с выставкой мотоциклов, экстремальным мото-шоу и концертом группы «Мураками». Субтитры создавал DimaTorzok